Мы уже это не раз говорили, но от этого менее приятным это не становится. То, что мы дожили до того момента, слава Богу, чего и вам желаем на самом деле, когда мы, то есть родители, выступают на разогреве перед детьми. Ну, а хотим начать мы наш небольшой облачок с Ларисы песней Борисы Мещикана, стихи Бориса Чичпабина. Тоже эта песня посвящена исходу из Советского Союза значительного слоя интеллигенции. Но мне кажется, вот если вы думаете слова в эти, и если им придать смысл более общий, более общечеловеческий, то песня совсем по-другому. То есть исход не обязательно из страны в страну. Исход ведь у всех у нас один. Это туда. Дай вам Бог с корней до крови, без беды отрыв собраться. Вспоминайте наш снежок посреди чужого шара. Уходящий урожок, остающемуся кара. 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 Уходящий урожок, остался сегодня. С уходящий урожок, остающемуся кара. Уходящий урожок, остающемуся кара. Зачемуся верность. Следующие две песни замечательного нашего мэтра, который не так давно от нас ушел, Сергея Крылова. Но вообще, чем больше копаешься в наследиях больших авторов, тем больше находишь что-то новое для себя. И вот мы не так давно совершенно нашли несколько песен, которые нас поразили. Первый из них из цикла «Голос города» называется «Ночью на кухне». И, на мой взгляд, по образному ряду, это вообще одна из вершин авторской песни. Это чайник, просто чайник, пел протяжно и печально. Или сказочник мне сказку говорил. Было рано или поздно, Или свечи, или звезды, И дома качались, Или корабли. Белоплавля из комфорок, Как из стопки шум моторов, Было, как шелест Обигающей полды. За бортом там реформации, И машины, как баркасы, Раздвигали грудью вон тишины. Где-то в гулках треветона Поплывились и мимо окона Бели капли, словно времени плевки. Люди в пуликах уснули, И вода текла впустую, И впустую Удыхали маяки. В полутемный кухний чайник Бел протяжно и печально. Синий сумрак Снощен в городе царин. Но светлея и олея, И как парус ползарей, И как бакины Качались в море. Но светлея и олея, Тень, как парус ползарей, И как бакины Качались в море. АПЛОДИСМЕНТЫ поскольку мне дети приходится иногда совсем недавно для себя песню открыли поэтому прошу пардона но вот песен написано обращаю ваше внимание 85 году я думаю поймете что собственно она а сейчас может быть к сожалению повсега как почему непонятно откуда может быть детство никак не пройдет всем мы живем в ожидании чуда в полночь которая произойдет часы пробьют двенадцать раз и свет в ночи забрежит часы пробьют двенадцать раз и забудутся надежды и станут полночь и чисты немало для начала но это вовсе не часы а сердце простучало сколько ждать в ожидании копытка чудо само не приходит никак может пройдет какая ошибка дуле в природе и что-то не так часы пробьют двенадцать раз начнется дождик мелкий а мы собрались здесь как раз в луне на посиделке и вроде следы рядом те и те же люди вроде другие мысли при дожде чем при сухой погоде но порой как знакомы нам это вместо чудес лишь одна похвалева вместо беседы за пистолеты там писает песня страшная польба часы пробьют двенадцать раз начнется перестрелка я побывал уже не раз подобных переделках а надо думать не о том а где искать прощенье ведь мы живем ведь мы живем для жизни не для щенья странно но факт все на грани абсурда нынче известно всем все наперед ну почему же так хочется чудо в полночь в которой мы зайдем часы пробьют двенадцать раз и свет в ночи забрежет часы пробьют двенадцать раз и забудутся надежды и снадут повозки и чисты немало для начала но это вовсе не часы а сердце постучало и продолжаю собственно эту тему песня Юлии Кима точнее не песня а пролог к его пьесе но и его сыновья как спокойно как красиво в рассвете любви станут словно у меня и не бывает окрачений и утрат все вчерашние заботы словно смыл блаженный сон брови хмурые расправил и морщины сгладил он и доверие и покоя дышит каждая черта только может быть осталась сладко горькая у рта этот след неизголодимый и откуда он бог весть от того что счастья нету нету от того что совесть есть от того что счастья нету нету от того что совесть есть от того что совесть есть посмотри на человека сонный утренний тиши сколько в нем тепла и света нерастраченной души подожди звенеть мудильник придержи идущий день да еще налюбоваться на людей как на детей да еще налюбоваться на людей как на детей ну как вы все знаете этот год у нас богат на юбилеи в нашем жанре это и 100-летие Платыша Лачакуржавы это и 80-летие Сергея Яковлевича Китина и 90-летие Еёщи Висбора ну естественно хотя бы одну песню кого-то из них мы не могли не спеть ну самой близкой к нынешней дате это немерзение Еёщи Висбора которое было буквально три дня назад поэтому мне хочется вспомнить одну из его песен которая называется «Манежа» когда кончается сезон удачи певец, как офиш, рвет последние листы надежды когда сложилось так, а не иначе так значит время крыть снимать и пересматривать одежды просто жизнь моя манеж белый круг со всех сторон освещенный просто жизнь моя манеж когда бы жизнь свою я начал снова не были горы и моря но и немножечко не успехом не были ты да я да шум сосновый а остальное подождёт а остальное мне не к спеху просто жизнь моя манеж белый круг со всех сторон освещенный просто жизнь моя манеж а хвост твоей любовь обречённый ветер сутричный свеж подавите мне любовь подавите просто жизнь моя манеж ну а вы, мой друг, мне кажется сверите но всё же я на вас смотрю с надеждой хотя наивно это всё я это ясно понимаю и всё-таки надежды той внимаю поскольку очень вас люблю как бы не любил ни разу прежде просто жизнь моя манеж белый круг со всех сторон освещенный просто жизнь моя манеж а хвост твоей любовь обречённый ветер сутричный свеж не давите мне надежд не давите просто жизнь моя манеж ну а вы, мой друг, мне кажется просто жизнь моя манеж белый круг со всех сторон освещенный просто жизнь моя манеж а хвост твоей любовь обречённый ветер сутричный свеж подавите мне любовь подавите просто жизнь моя манеж ну а вы, мой друг, мне кажется сверите спасибо спасибо, Иван Иванович ну, за семь мы, как люди в возрасте устали пошли отдыхать и представили слово ну, в общем кто у нас я с удовольствием приглашаю на сцену Ивана Илынского ой здравствуйте здравствуйте а слушайте, давайте так, у нас слишком много на одной сцене вот так вот с родителями много вас много здравствуйте здравствуйте дорогие друзья буду буду краток я не знаю нам же не нужна эта штука пока нет я помню я не помню сказали ли эти прекрасные люди по поводу автора предыдущей песни что ему в этом году исполнилось 90 лет а вот мне хотелось отлично так вот мне хотелось бы сейчас продолжить парад ювеляров у нас же целая плеяда авторов наших любимых которых в этом году круглая дата и сейчас я хотел бы вспомнить песню главного мне кажется ювеляра и главного одного из главных авторов вообще в жанре Булашала Чакуджава которому в этом году исполнилось бы сто лет вот в виноградную косточку теплую землю зарою и лозу поцелуй и спелые гроздья сорву и друзей созову на любовь свое сердце настрою а иначе зачем на земле этой вечной живу собирайтесь ко гости моим на мое угощенье говорите мне прямо в лицо кем пред вами слыву царь небесный пошлет мне прощенье за прегрешенье а иначе зачем на земле этой вечной живу в темно-красном своем будет пель для меня моя дали в черно-белом своем приклоню перед нею главу заслушать я и умру от любви и печали а иначе зачем на земле этой вечной живу и когда заклубится закат по углам залетая пусть опять и опять предо мной проплывут наяву наяву синий буй и белый орел и форель золотая а иначе зачем на земле этой вечной живу и когда заклубится закат по углам залетая пусть опять и опять предо мной проплывут наяву синий буй и белый орел и форель золотая а иначе зачем на земле этой вечной живу живу и еще один автор чуть-чуть скажем так на 10 лет младше прекрасно мною любимая новелла Матвеева и ее песня Какой большой ветер напал на наш остров с дальнейшим стул крыши как с молоком геном и если гвоздь к дому пригнать концом остры без молотка сразу он сам войдет в стен слом слом и ветву ветер в саду сравнил грядки аж горешок редки из почвы сам вылез и он отец к дому с соседнему саду в чужую врос грядку и снова там вырос аж шторм улез в море десятка два шлюпок а рыба там горе не раскурить трубок а раскурить надо да вот зажечь спичку как на лету взглядом остановить птичку ах какой ветер ах какой вихрь а ты глядишь нежно а ты сидишь тихо и никакой силы тебя нельзя стронуть скорее нептун слезет за своего трона 해외 и смею нежно с я с любым Пригнать концом острый, без молотка сразу Он сам пойдет в стену, а ты сидишь тихо, А ты глядишь нежно. Бархатного баритона? Или бас? Бас-баритон. В общем, баса или баритона мы еще не определились. Слышите шаги? Командора, вот и командор. Я абсолютно уверен. Петр Савельев, прошу любить и желаю. Ваня сказал, что он будет краток, я буду еще кратче. Юрий Висборг, я слышал, про Юрий Висборг, три минуты тишины. По судну Кострома стучит вода. В сетях антенн качается звезда. А мы сидим и курим, мы должны Молчат во всех морях все корабли. Молчат морские станции земли. И ты ключом, приятель, не стучи. Ты эти три минуты Омолчи. Быть может, на каком борту пожар? Пробойно в корве острей ножа. А может быть, арктические льды Корабль не выпускает из беды. Но тишина плывет, как океан. Радист сказал, порядок, капитан. То осень бьет в антенны, то зима. Шесть баллов бьет по судну Кострома. Играет музыка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, как скажете... Нормально. А, хорошо, хорошо. А, Антони... Спасибо. Антонио Карлосжабин В переводе Алексея Иваченко Газефинада Зря ты мне тверди Что иногда я Не точно в ноты попадаю Безупречный слух И красоту твою Поровну ценю Сам же извини, но как могу Так и пою Вовсе я пою не мимо нот, мой друг Это просто очень тонкий ход, мой друг Обидеть музыканта Просто по пустяку Не сумев понять, что новый стиль таков Если строчка с сердцем набивается Это босс снова называется Знай, не так уж важен Абсолютный слух И потому всегда фальшивит тот Кто сердцем глух Ответь мне, наконец, на мой немой вопрос Разве можно к звукам Относиться так всерьез? И почему на наших фотографиях У тебя такое умное лицо Если страсть в душе не помещается, мой друг Людям песни петь не запрещается, мой друг Ведь сердце, как известно, от любви всегда поет То на счастье пылка уповая То вдруг от страсти дыхание сбивая Ведь любовь, материя живая Ей не нужно точных ног И, спасибо! Сейчас я хочу попросить на сцену мне помочь маму Ларисе Петровну в институте Поднести снаряд совершенно? Почти! Немного разбавить это... Это скучное действие! Я хотел сказать эту баржускую песню Базильскую песню Ария Райфа из оперы «Перцская красавица» Без Зе Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мария Волкодав 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok